Добрый день! Данный ролик посвящен ковенантам. Ковенанты в финансовых договорах. Мы привыкли, что чаще всего договора у нас автоматизируются в 1С документооборот, если мы говорим о линейке программных продуктов 1С. Это логично, конечно, но 1С документооборот не обладает всеми функциями, которые присущи финансовым договорам и наиболее востребовано, наиболее правильно и проще автоматизировать на программном продукте 1С управления холдингом либо же 1С управления холдингом ERP. Все, что мы сегодня будем рассматривать в данном ролике по ковенантам, представлено на программном продукте на скринах управления холдингом, но при этом мы с вами понимаем, что это же самое у нас происходит и в 1С управления холдингом ERP. То есть, если для вас необходима такая настоящая ERP-система, а не только для автоматизации финансовой деятельности, то тогда, конечно, это продукт ваш и возможности по финансовым договорам, в частности, по ковенантам идентичны. Поэтому имеем это в виду. Итак, еще раз. Если мы хотим с вами просто регистрировать информацию, то используем документ оборот, храним там архив и так далее. Если у нас основные блоки, именно по документ оборотам, весь документ оборот и договора в 1С документ оборот. Но при этом можно собирать информацию здесь и уже ее обрабатывать в управлении холдингом. Ну, можно просто ввести договорной блок и в управлении холдингом. Такая возможность есть. В системе есть 6 групп договоров и 34 вида непосредственно договоров, преднастроенных для каждой индивидуальности. Вот 6 групп. Это у нас коммерческие договора, это финансовые договора, которые для привлечения или для размещения средств. Это группа договоров по обеспечению, это какие-то производные финансовые инструменты и прочие виды договоров. Тут брокер и прочее. Такой очень масштабный, серьезный функционал. И каждая группа, каждый вид договора имеет свои особенности. Вот если мы переходим к особенностям, то функционал работы с ковенантами у нас реализован вот в данных видах договоров. Это заем полученный, заем выданный, кредит и овердрафт. Именно в этих видах мы говорим про ковенанты. Там есть преднастроенный функционал. Также еще немножко пару слов об возможностях управления холдингом, что мы можем с вами формировать как договора в рамках, так можем с вами формировать и рамочные, да, не с условием, а рамочные договора, где есть какие-то дополнительные соглашения. Все наши договора, все наши соглашения согласовываются, имеют очень гибкий механизм согласования. Мы можем с вами учитывать размещение денежных средств, привлечение денежных средств. Можем с вами анализировать изменения, анализировать изменения план-факта по договору, либо же по временным каким-то данным. Это вся возможность есть. И есть возможность интеграции с другими учетными системами, либо же с документооборотом, с тем же самым. Здесь необходимо еще раз отметить, что управление холдингом реализовано именно для того, чтобы обмениваться информацией между системами. Особенно просто, если они на платформе 1С сделаны, но тем не менее можно настроить интеграцию. И с другими системами, не обязательно на платформе 1С. Итак, мы сейчас с вами опять к нашим кавенатам и финансовым договорам. В финансовых договорах есть у нас калькулятор графиков, который самостоятельно рассчитывает ставки, точнее не ставки, мы устанавливаем правила, устанавливаем ставки, устанавливаем сроки и так далее. И система автоматически у нас рассчитывает данные по процентам. Когда выплачивать, когда получать, смотря на какой стороне мы с вами договор ставим, размещаем мы или привлекаем денежные средства. Система нам автоматически сама все рассчитывает. Также она выполняет балансировку начисления платежей. Мы можем с вами из договора получить расшифровку расчетных значений. Если мы говорим про фактические данные, то из договора мы можем упасть непосредственно в документ фактической оплаты или фактического начисления. Это все можно сделать. Можно анализировать изменения значений, можно настроить таким образом, чтобы заявки на оплату автоматически генерились у нас в системе. А вот с приходом новой версии управления холдингом 3.1 мы можем настроить таким образом, чтобы у нас заявок не было, чтобы такого объекта, как заявка на платеж, не было. Для того, чтобы не генерить лишние документы в системе, не отвлекать казначеев. Если у нас есть кредитный договор, и нам необходимо по нему оплатить, то смысл в согласовании заявок отпадает. Нам нужно заплатить и спрашивать здесь разрешение. Нет необходимости. Это у нас в априори мы должны с вами сделать оплату. По каким аналитикам у нас уже внесено в систему, таким образом платежная позиция формируется, по большому счету, автоматически, минуя заявки на оплату. Такие возможности у нас есть. Дальше. Это у нас как выглядит непосредственно договор. Договор с квинантами. Здесь, точнее, это финансовый договор. Мы как раз здесь видим, что есть условия, предоставляется единовременной или кредитной линией у нас. Мы можем с вами оформить, какая сумма, когда действует договор, какая процентная ставка, тип процентной ставки, фиксированная или плавающая. Это тоже мы можем с вами все уточнить. Плавающая, не плавающая, когда платеж у нас и так далее. То есть, по этим данным, которые представлены на слайде, мы прочитаем любое условие по финансовым договорам. И также вот в этом договоре мы видим, что есть у нас квинант. Вот здесь более крупно, виднее, чтобы было прописано про квинанты. И мы видим, что у нас есть цифровая, не цифровая, а цветовая. Это выделено цветом. Что выделено? Если у нас отрицательно, то негативные какие-то отклонения, то тогда у нас подсвечивается красным цветом. Если у нас положительно все происходит, то тогда зеленым цветом. То есть, это мы можем сделать такой цветовой индикатор, для того, чтобы было удобнее нам смотреть и получать информацию. Таким образом, мы можем получить информацию непосредственно из самого договора, что, согласитесь, очень удобно. А можно сформировать отчет по квинантам в целом. Он у нас будет в конце презентации. Итак, вот, собственно, как ведется у нас, как выглядит договор, мы сейчас видим. Но как мы пришли к этим квинантам, как мы пришли к этой цветовой окраске, как у нас система поняла, что такое плохо, что такое хорошо. Для того, чтобы это случилось, нам необходимо в системе создать квинанту, сделать настройку целей и показателей, привязать всю эту историю непосредственно к договору, и уже после этого проводить анализ квинант, мониторинг. Итак, квинанты. Это у нас справочник. Мы создаем с вами данные, где указываем организацию, для какой работает. Мы с вами понимаем, что у нас по большому счету может быть квинанта не для одной организации. У нас же в системе может быть несколько организаций вести, а может быть и нет. Если несколько, мы должны указать для какой организации, для какого контрагента, для какого договора работает этот квинант. И далее уже указать цель. То есть для чего вся эта история. Цель. Это также у нас справочник целей, но он сложный. Также сложный справочник. Значит, вот как здесь показана цель. И здесь мы должны с вами установить ключевые факторы и мероприятия. Либо одно, либо другое, либо все сразу. Для каждой цели устанавливаются вот эти вот данные. Ключевые факторы. Это финансовые показатели, которые у нас можно рассчитать, получить. А мероприятие – это не финансовая история. Но вообще для понимания, что квинант, вот здесь в данном финансовом договоре, это такая связующая часть, которая связывает непосредственно сам договор и какую-то контрольную среду по нему. Это могут быть данные бухгалтерского учета, российского бухгалтерского учета. Это могут быть данные какие-то по МСФО. Если мы говорим управление холдингом ЕРП, то это может быть данные из какого-то оперативного контура, я не знаю, там остатки на складах и так далее. То есть это как раз наша контрольная среда и вот непосредственно ключевые показатели нашей системы. И здесь вот про мероприятие. Если мы вернемся обратно, еще раз скажу, что необходимо задать либо ключевые факторы, либо мероприятие, либо все сразу. И вот остановимся на мероприятиях. То есть мероприятия – это такие вещи, которые нельзя цифровать. Это, как приведен пример, допустим, отправка аудиторского заключения, может быть, это какие-то уведомления об изменениях и так далее. То есть любая информация, которая у нас не отцифровывается в финансовых показателях, может являться мероприятием. При этом наше мероприятие может быть, может иметь стадии выполнения, то есть как бы этапность. Мы можем декомпозировать наше мероприятие и каждой этапности, каждой стадии указать свою продолжительность времени и вес в данном мероприятии, для того, чтобы мы могли с вами отслеживать общий процесс. То есть у нас, как, например, здесь написано, там, утверждение дорожной карты это вес 10%, выполнение шага 1 по дорожной карте это 20%, выполнение шага 2 это 41% и так далее. То есть как бы мы можем с вами выполнить эту историю и дальше уже отслеживать, исполнилась она или не исполнилась. Плюс к этому мы можем здесь добавлять какие-то присоединять файлы, которые являются подтверждением данного мероприятия. Все это настраивается в пользовательском режиме. Это мы можем с вами настроить. Так, это все, что касается мероприятия. Дальше. Что касается ключевых показателей. Это уже как раз финансовая история. Она вычисляемая. Прибыль, ебеда и так далее. Может быть это какой-то процент кредиторской задолженности, уровень кредиторской, дебиторской задолженности и так далее. То есть какие-то вычисляемые данные, которые можно забрать из системы. И как раз здесь нам необходимо настроить две вещи. Первое. Это источник данных, на основании чего мы будем получать информацию. Из данных бухгалтерского учета, из данных МСФО, из данных какого-то оперативного, оперативных регистров и так далее. То есть это настраиваемая система. Причем мы можем настроить, опять же, не только из нашей системы, но мы можем получать и из внешней системы, как я уже говорила ранее, что у нас холдинг именно для этого и заточен. И как бы очень хорошо для того, чтобы обмениваться данными, источником на данных может стать и внешняя среда. Это первый источник. Второй. Мы должны с вами настроить индикатор, цветовой индикатор, просто индикатор, для того, чтобы анализировать и трактовать полученные данные. Хорошо это или плохо. То есть мы устанавливаем с вами, что есть хорошо, что есть плохо. Допустим, ЕБИДА должна быть выше такого-то показателя. И так далее. Здесь мы настраиваем алгоритм, как система наша будет реагировать. И здесь представлен слайд, как раз где мы с вами зафиксировали, как максимум-минимум правила. Есть у нас положительный индикатор. Индикатор желтенький, так себе. И красный индикатор, если у нас какое-то плохое отклонение от плана. То есть мы с вами опять же все фиксируем, указываем порог существенности, вот именно для данного примера. И уже дальше система у нас определяет, по данным алгоритмам, хорошо или плохо происходит. И непосредственно как раз отчет, что я говорила, что мы закончим слайдом отчета мониторинг-квенант. Это аналитический отчет. Здесь мы с вами можем анализировать состояние, какое оно, вот здесь видите, кружочек, что состояние хорошее, удовлетворительное, тревожное. Также мы с вами можем смотреть динамику. Есть она или позитивная, или негативная. То есть мы можем с вами делать фильтр на эту динамику, можем с вами сравнивать план-фактный анализ, можем сравнивать факт с фактом только за разные периоды времени и так далее. Это вот у нас мониторинг-квенант. Таким образом, мы рассмотрели с вами тему по ковенантам, которая является составляющей частью финансовых договоров. А финансовые договора, в свою очередь, являются составляющей частью процесса казначейства, процесса обязательств. Эта вся история у нас в управлении холдингом очень хорошо автоматизирована. На этом спасибо. До свидания. Продолжение следует...